Это программа День с Толком. В студии Татьяна Голубева. Здравствуйте! Смотрите в этом выпуске. Управляющая компания не справляется. Кто наведет порядок в 60-летней барнаульской коммуналке, которая разваливается на части? Барнаул в бронзе. Макет краевой столицы 60-х годов 19 века можно увидеть в Нагорном парке. Тренд не для слабонервных. Почувствовать себя усопшим и оценить гроб на удобство теперь могут и барнаульцы. Рушатся стены дома, в подъезде обваливается штукатурка, а входная дверь и вовсе не закрывается. С такими проблемами к нам в редакцию обратились жители пятиэтажки на Антона Петрова 199. Чем еще недовольны люди и кто наведет порядок в доме? Подробности в сюжете Марии Костылевой. Смотрите, это просто до смешного. Вот это я сейчас все вывалится, у людей мне скажут, заделывай это все. Ну это просто срам Божий, поверьте мне на что, так жить нельзя. Этому дому на Антона Петрова без малого 60 лет. За это время пятиэтажка претерпела немало изменений и все не в лучшую сторону. Старые коммуникации требуют внимания. Электропроводка, по мнению жильцов, аварийная. В подъезде обваливается штукатурка. Почти на всех окнах не хватает остекления. Смотрите, она просто реально не закрывается. Это починила управляющая компания. Вы ставили год назад эту дверь, по-моему. Вот это вот что такое? Вот это вот получается заземление на газовой трубе. Я вообще такое первый раз вижу. Вопросов к обслуживающей жилую постройку управляющей организации накопилось у жителей много. Кроме того, в этой многоэтажке нет старшего по дому. Присматривать за жильем и взаимодействовать с управляющей компанией вызвался Юрий Ткач. Однако соседи мужчину голосами не поддержали, потому что большинство из них не до этого. Практически весь дом, они имеют комнаты в этом доме, они сдают их в аренду. Им не важно, кого они туда поселяют. Лица злоупотребляющие алкоголем, наркоманы или это просто люди, которым просто ничего не надо. Я не знаю, кого просить, только чтобы более-менее хотя бы был у нас порядок, чтобы что возможно, может быть, хотя бы сделали. И человека, который подписался за бесплатно работать, пожалуйста, проведите его к старшему по дому, к этой должности. Для того, чтобы присматривать за домом, мужчине не хватает множества голосов собственников. И при таком соседстве уверен он их не получить. Сам себя назначить мужчина не может. У обслуживающей дом УКА тоже нет таких полномочий. В управляющей компании нам сказали, в доме действительно есть проблемы и о них помнят, но всему свое время. Мы в том году, там, да, действительно, вывалился кирпич. С левой стороны, смотрите, с домом лицом на подъезде, у первого подъезда. Мы выполняли работы. Будь то это ремонтный мешков, шов и так далее. Покраска также газопровода. Мы включим в пару работ. Дальше жители пускай выбирают, что они хотят в первую очередь делать. Подъезды, либо же газопровод красить. Такие планы озвучили в управляющей компании. Но это уже на следующий год. Также директор УКА подчеркнул, в доме живет немало коммунальных должников. А еще жильцам стоит сплотиться и все-таки набрать нужное количество подписей. Кроме того, за благоустройством дома и местами общего пользования должны следить и сами люди. Мария Костолева, Дмитрий Денисов, День с толком. Скидка сократится, срок льготной оплаты увеличится, а деньги пойдут на ремонт дорог. Именно так изменится система штрафов в России с 1 января 2025 года. Главные изменения штрафов за непристегнутый ремень безопасности повысятся до 1500 рублей. Управление в алкогольном состоянии с 30000 до 45000 рублей. Превышение скорости теперь будет стоить от 750 рублей. Нарушители смогут уплачивать 75% от суммы штрафа в течение 30 дней вместо нынешних 50 за 20 дней. К другим темам. Почти 60 тысяч рублей потеряла девушка, которая пыталась снять жилье в Барнауле. Мошенники добрались и до этой сферы. Каков алгоритм их действий и чего точно не стоит делать будущим арендаторам жилья? Смотрите в нашем сюжете. Девушка, назовем ее Марина, искала квартиру для аренды. Внимание, она одном из интернет-ресурсов привлек удачный вариант за 20 тысяч. Причем девушку не смутило, что хозяева попросили сразу перевести всю сумму и квартиру она даже не видела. Не показали жилье и после перечисления денег. Марина вынуждена перешла в чат поддержки, где ей рекомендовали для возврата средств иметь на карте еще 20 тысяч. У меня была кредитная карта, я с кредитной карты перевела эти 20 тысяч, оплатила по ссылке, которую мне в чат поддержки прислали. И в итоге они сказали, что у них произошел сбой и деньги не смогут перевести. И что снова нужно еще 20 тысяч на эту ссылку перевести. Девушку не смутило и это предложение. И по итогу с ее карты списали почти 60 тысяч рублей. Мошенники пытались объяснить, что деньги в ближайшее время вернут. Но после того, как Марина сообщила, что обратится в полицию, телефон якобы арендодателя оказался выключен, а объявление о квартире удалено. Так девушка осталась и без жилья, и без денег. А в полиции завели уголовное дело. Для безопасного и удобного общения с покупателями или арендодаторами не переходите по незнакомым ссылкам, которые вам прислали в мессенджерах. Не вводите данные своей банковской карты, особенно трехзначный код и коды из смс-сообщений. Полицейские предупреждают о необходимости сразу же прервать финансовую операцию, если после перевода средств человеку сообщили, что произошла ошибка. Кстати, в похожей ситуации с арендой недавно оказалась барнаульская студентка, которая лишилась 14 тысяч. После перевода средств телефон арендодателя оказался выключен. Что касается дела Марины, полицейские расследуют его по статье «Мошенничество». В одном из домов Барнаула из-за прорыва трубы в подъезде трое суток стояла вода. Как итог, многие вещи, коляски, шины, техника и мебель – все пришло в негодность. Специалисты отреагировали не сразу, но в итоге воду откачали. А что делать с восстановлением подвала, местные жители не знают. А главное, такая ситуация может возникнуть в любом доме. На месте потопа побывала наша съемочная группа. Льется все время. 12 ноября жители пятиэтажки по адресу Солнцева-7 увидели в своем подвале вот такую картину. Серьезное подтопление и нескончаемый поток воды. Трое суток помещение в водном плену. Как итог, вся техника, мебель, детские коляски, санки и многое другое пришло в негодность. В ЖИО мне сказали, не переживайте, что-то решат. Я ведром не пойду воду выливать. Я говорю, ну хорошо. Я звоню 13 числа с утра в ЖИО. В ЖИО говорят, не переживайте, все решится. Я звоню в администрацию железнодорожного района. В администрации мне говорят, звоните диспетчеру железнодорожного района. Я звоню диспетчеру железнодорожного района. Диспетчер мне говорит, должны, управляющая ваша компания, Петровская, должны были дать нам заявку. Как итог, этот круговорот звонков никуда не вывел. Спустя пару дней приехала аварийная служба и откачала воду. Вот здесь, если дверь открывали, оно все туда, ручек просто. Ну тут вообще невозможно было зайти. Тут вот, вот видно же, все мокро, все мокро. Тут столько было воды. Вот видно вот. И по всему дому, вот представляете, какое было количество воды, просто по всему, вот какой дом, там вообще все затоплено было. Страх жильцов был из-за вещи, из-за буллерную, мог замкнуть свет. Теперь остаются два нерешенных вопроса. Когда высушат подвал и кто понесет ответственность за причиненный ущерб. За этим мы обратились в управляющую компанию этого дома. И еще обязательно вернемся к этой истории. Дмитрий Дроздов, Алексей Фризин. День с толком. Если чему-то учить, надо научиться самому. По такому принципу в Алтайском крае действует новая федеральная программа подготовки инструкторов по оказанию первой медицинской помощи. Принять участие в ней могут люди разных профессий. К примеру, на первом уроке были главы районов. Подробнее о том, что рассказывают на курсах, смотрите в сюжете. Выставляем руки в замок на эту точку. И совершаем 30 компрессий. Компрессия с частотой 100-110 нажатий в минуту. После чего усуществляется два глубоких вдоха. Это первая помощь при отсутствии дыхания у человека. Подобные практические уроки преподают в АГМУ для всех желающих. Даже школьников. Однако в этот раз на первом занятии федеральной программы под названием готов к санитарной обороне оказались главы районов и их заместители. Как минимум мы должны понимать, каким образом человека спасти от обморока. Каким образом человека спасти, когда у нас автомобильная авария. Помочь ему выбраться из машины. Остановить кровь, если у нас кровотечение возникло. Помочь утопающему человеку при переломе. Для жителей региона, в котором смертность от внешних причин находится на третьем месте, это полезные навыки. Поэтому их нужно распространять. Районные главы в данном случае выступают своего рода будущими инструкторами для своего народа. Для руководителей это важно, потому что без их инициативы, без их поддержки проводить такую работу очень сложно. Насколько качественно будут подготовлены наши инструкторы. От этого будет зависеть, насколько они смогут работать с простыми людьми. Готовить их ко всем этим по этой программе. Если чему-то учить, то надо научиться самому. Симуляционный центр ВГМУ открылся еще в 2022-м. Тогда по большей части обучали бойцов, идущих на СВО и волонтеров. В этом году работу продолжили и уже подготовили более двух тысяч силовиков. Притом программы есть как простые, так и углубленные. Вот только что закончился цикл 104 человек и еще новых инструкторов. Среди них наших студентов. Очень много тех, кто перед этим еще закончил среднее профессиональное образование. Там много учителей физкультуры, сотрудники МЧС. То есть те, кто реально может в последующем как раз тоже обучать уже население. Всего в этом году ОГМУ планирует подготовить 550 инструкторов, которые вскоре будут обучать других людей. Не исключено, что в следующем году программа может расшириться, поскольку ВУЗ планирует открыть Центр тактической медицины. Данил Кузнецов, Андрей Печеркин. День с толком. В Нагорном парке теперь можно увидеть Барнаул 60-х годов 19 века. Размеры макета 2,5 на 1,5 метра. В бронзе представили архитектурный облик краевой столицы того времени. Чтобы подготовить макет, использовали архивные фотоматериалы и карту города 1861 года. Макет установлен на мраморный постамент. Рядом расположили стенд, на котором изображены здания с их полным названием. Вместе с макетом в парке появилась и фотозона с подсветкой, а также фигурки, которые посвящены истории развития Барнаула. Место уже пользуется интересом у горожан и гостей города. А на туристическом портале краевой столицы в ближайшее время появится раздел с аудиогидом, чтобы сопроводить визуальный облик города 19 века рассказом о достопримечательностях того времени. Одного из наших корреспондентов работа вогнала в гроб. В прямом смысле этого слова. Он на себе испытал новый тренд психологической разгрузки. Подробнее о том, как предпохоронный обряд помогает расслабляться, расскажет Данил Кузнецов. Никогда бы не подумал, что окажусь на прощании с самим собой. Но такая услуга действительно появилась в Барнауле. Стоит гроботерапия 50 тысяч рублей. За эти деньги для клиента подготовят зал, а также одноразовые постельные принадлежности. В стоимость входит и консультация со специализированным психологом. Подобную идею предпринимательница Ольга еще давно подсмотрела у азиатов, которых чрезмерная работа в прямом смысле – гробец. Вообще история гроботерапии начинается в Японии и Китае, так как там люди живут в большой динамической жизни, очень сильно устают и приходится как-то разгружаться. Поэтому у них это практикуется достаточно давно. Однако прежде чем добраться до гробовой доски, нужен обязательный разговор с психологом. Терапия противопоказана пьяным, наркоманам и людям, у которых есть определенные фобии и склонности к суициду. Это точно должны быть условно здоровые люди, которые, может быть, любят риск. Либо сейчас у нас все-таки эпоха достигаторства, и человек, который постоянно находится в достижении, так или иначе он быстро выгорает. И состояние обнуления можно достичь некоторыми способами. Можно ходить к психологу, можно прыгать с парашютом, можно использовать провокативные методы психологии, как и данная процедура. По утверждению специалиста, провокативная психология в данном случае основана на страхе смерти, который есть у каждого человека. Преодолевая его, наступает переосмысление ценностей и физическое расслабление. Особенно сильный эффект будет, если закрыть гроб. По ощущениям, внутри гроба неудобно. Однако для тех, кто не боится этого, самое ближайшее сравнение, наверное, с тем, как я маленький прятался где-то под одеяло. Примерно то же самое. Но это для тех людей, у кого нет фобий. Вообще в гробу на самом деле маловато воздуха, поэтому долго тут не пролежишь. Но насчет расслабления соглашусь. После гробовой тишины обязательная консультация с психологом и дыхательная гимнастика, которая поможет окончательно расслабиться. Сделайте глубокий вдох, глубокий выдох, можно закрыть глаза. Гроботерапия становится новым трендом. Раньше подобная психологическая разгрузка была лишь в окрестностях центральной части России. Сейчас стала появляться и в Сибири. Например, в прошлом месяце такую услугу сделали в Красноярске. Что касается Барнаула, еще непонятно, станет ли гроботерапия востребованной. Поскольку дальше звонков дело пока не доходило. Данил Кузнецов, Дмитрий Денисов. День с толком. Поколение 40-летних – одно из самых сознательных и экономически активных. К такому выводу пришли аналитики в области трудовых ресурсов. В то же время 40 лет, отмечают психологи, время сильнейшего возрастного кризиса, когда половина жизни считается пройденной. Так все-таки рубеж в четыре десятка – это возраст дожития или только начало жизни? И как дольше оставаться молодым? Это обсудили участники проекта СМГ «Время. Трендов». В эпоху Пушкина, Лермонтова, пожилым человеком, кто считался? 37 лет, 40 лет – это были глубокие старики, о которых уже не стоило даже разговаривать. А сегодня о них не просто говорят, именно на данное поколение делает основную ставку глобальный маркетинг. Признают участницы клуба «Время. Трендов» успешные в разных областях представительницы прекрасного пола. Они выделяют разные причины повышенного внимания к так называемым поколениям «Х» и миллениалов. Среди них их платежеспособность и активное желание считать себя молодыми, а главное – стремиться оставаться такими. Когда ты видишь какие-то первые морщинки, ты, конечно, пытаешься сходить к косметологу, а с другой стороны начинаешь читать превентологов, общаться с ними. Оказывается, сладкое. Мы же ведь от него еще и стареем, мы же не только полнеем, мы же еще и стареем от него, то есть морщины уменьшаются, если перестаешь сахар есть. Косметологи, превентологи, здоровое питание – сегодняшние 35-40-летние – это первое поколение, которое в своем возрасте стало осознанно заботиться о себе, говорят специалисты. Так, средний возраст клиентов тех же фитнес-клубов приближается к их рубежу. В то же время, и это еще один тренд, люди все меньше стремятся связывать себя серьезными отношениями, либо заводить детей до момента личностной и финансовой состоятельности. У нас большая достаточно команда и разного возраста девчонки в команде. Это, если раньше, ну, мне приходилось такое вопрос задавать, когда вы планируете декрет. Ну, при собеседовании человек устраивается, чтобы хотя бы понимать, насколько я могу на него рассчитывать. То сейчас до 30-ти они даже об этом не задумываются, от слова совсем. Сознательный подход к построению семьи и рождению детей, считают эксперты, также отчасти позволяет сохранить активность и свежесть. Мама в 45 лет не будет лежать на диване, не будет читать книжку, как бальзаковская женщина. Она будет бегать за ребенком по дому, по улице, по детским садам и на тренировке. Поэтому она тем самым продлит себе опять же молодость. Меняются представления о возрасте, меняется сама жизненная парадигма, говорят участницы клуба. Но пока в нашей стране вопросом продления молодости озадачены больше женщины, нежели мужчины. Но и последние начинают активнее ухаживать за собой и сопротивляться старению. Качество жизни и внутреннее состояние, говорят специалисты, сегодня зависят от самих людей. Личность, взрослеющая, проживающая долгую жизнь, это круто. То есть к такому человеку можно прийти, и там это не единица, когда там долгожитель, доживший до 80-ти. Ого! А это в целом такая общественная прослойка людей, мудрых людей, интересных, которые в уме, в сознании, не в деменции. То есть это история, которая, мне кажется, сейчас она растет, развивается. Международная команда ученых провела крупное исследование и пришла к выводу, что новые поколения людей стареют медленнее предыдущих. Да и многие врачи уверены, что с медицинской точки зрения можно оставаться молодым и после 40-ка. Но для этого нужно достичь такого баланса между работой и отдыхом, сохранения физического и ментального здоровья, чтобы на внутренний дзен не влиял переменчивый и враждебный современный мир, резюмируют участницы клуба. И кому этого достичь удается, у того в 40 лет начинаются вторые 20. Елена Макаренко, Андрей Печоркин. День с толком. На смену солнечной и безветренной погоде на Алтай снова придут ветер и метели. Ясно и без осадков в регионе будет еще завтра. Уже в четверг погода начнет меняться. Днем 21 ноября пойдет мокрый снег, усилится ветер, до 18 метров в секунду поднимутся метели. Такая ситуация вновь приведет к гололеду на дорогах и трассах. Правда, по данным синоптиков, неблагоприятные погодные условия продлятся до выходных, благодаря антициклону. К субботе в крае стихнет снегопад и метели и похолодает ночью до 17 днем. Мороз будет от 8 до 15 градусов. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...